Благодаря реновации Колпашевский кедровый парк стал местом притяжения горожан. Под птение птиц, жители устраивают пешие прогулки, кто-то отдает предпочтение занятиям на уличных тренажерах. Предусмотрены в парке детские игровые площадки, где резвятся юные колпашевцы. Но, к сожалению, не все горожане бережно относятся к объектам благоустройства. Очередные вопиющие случаи произошли недавно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали проделки подростков. Одному молодому человеку чем-то помешала лавочка. Несколькими ударами ноги бравый парень умело с ней расправился. Вальяжно в окружении девчат он последовал от поверженного врага. А вот другой юнец почему-то объявил войну Рокарио. Подойдя к нему, парнишка выломал трубу, из которой течет вода. Урон нанесен немалый. Изрисованные информационные стенды – еще одна актуальная проблема кедрового парка. Главный вопрос – зачем? Пока остается открытым. Но это дело времени. Сотрудники полиции устанавливают личности правонарушителей, чтобы привлечь их к ответственности. Но, скорее всего, краснеть за проделки своих чад придется родителям, ну и восстанавливать причиненный ущерб. А самое главное – им стоит задуматься о воспитании своих детей, которым, очевидно, невдомек, насколько важно уважать и беречь труд других. В последние годы районная и областная власть уделяет пристальное внимание вопросу благоустройства общественных пространств Колпашеве. За последние четыре года на благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда» в наш муниципалитет было направлено порядка 90 миллионов рублей. Колпашевский кедровый парк по федеральной программе преобразился одним из первых. Благоустроительные работы проводились с 2017 года в течение нескольких лет, и общественному пространству была дана вторая жизнь. Бюджетные инвестиции на благоустройство городского парка составили порядка 21 миллиона. Кедровый парк – один из объектов гордости Колпашева. Его уникальность – то, что в центре города располагается островок Естественной тайги площадью 24 гектара. Здесь растут кедры, сосны, пихты, лиственные деревья и кустарники. Благодаря реновации здесь появились асфальтированные пешеходные дорожки и ряд объектов благоустройства, которые, к сожалению, не все ценят.